всем доброе доброе утро николай самого утречка он собрался едет сегодня он позвонила мама прям с утра или ты это дверь привезут у нее входная дверь вот пластиковая но она когда пристройку эту делала себе как балкончик такой вот ну она первый этаж у него флигель все она делала себе такую пристроечку изначально там рассчитывалось типа ну как летний вариант вот а потом все-таки там очень удобно потому что там и кухню можно как бы она там и готовит и и типа это плавно с балкончика такого террасы переросло в кухню то есть он там поставила столешинку на все остальное и получается что а поставили туда пластиковая дверь еще по ходу она заказывала заказывала его привезли немножко подбракованы вот и получается что эти двери сейчас ну то есть перекосились вообще и ставили лишь эти вот товарищи которые привозили дверь потому что у них типа установка бесплатно и получается не поставили во первых ее как-то криво косо поставили и получается со временем перекосила перекрутила блин там щели такие что дует страшно и поэтому она сейчас заказала такую железную дверь ну типа как у нас только не вот так как старая а уже как из новых типа как у нас в доме стоит стами вата прослойка и смотри как она такая dvp шная получается чтоб не потела она нам что та дверь у нас когда в доме у нас вот та дверь стояла здесь в доме зимой это был копать то есть она с улицы вы понимаете да холодная а изнутри там внутри уже если бы а какая-то вата она прохудилась и все остальное а изнутри так как она железная она из наружи железная из внутри железная так как она железная у нас тут она за от ну вот тут вот лед был утром просыпаешься она полностью вся в инии потому что получается внутри тома тепло а там холодная на прямо инием бралась или мы тут завешивали короче специально одеялка и все одеялом завешивали для того чтобы не так вот холод и шел от дверей и было такое что прямо утром просыпаешься одеяло отодвигаешь а дверь не может открыть она примерзла и и начинаешь толкать надо даже этой пристройки не было вот это вот но естественно появились деньги да мы купили эту убрали дверь купили сюда нормальную дверь частный дом надо обязательно но покупать снаружи железную а внутри чтоб она была деревянная и толщина была должна быть вот такая вот большая хорошая коля сверло взял нашел и это самое поставили и слава богу хорошо но все равно знаете когда дверь сразу на улицу то это все равно не так не так короче вот поэтому такую пристройку временно сделали естественно что это временно почему потому что мы собираемся вперед достраиваться вот еще вперед достраивать кусок помещения то есть там у нас впереди вот так впереди будет у нас и столовая и кухня вот а вот там где сейчас мы кушаем обедаем завтраками все остальное это у нас будет прихожка и вход будет не отсюда а с той стороны дома там где груша с той стороны дом вот и получается так будет хорошо приходу и погреб там будет рядышком все в этом закрыты в коридорке здесь будет хороший просторный коридор до планы 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 конечно вот такие вот планы и не проснулись но я как обычно просыпаюсь и значит этот кофе делаем там туда-сюда и я все время ноут утром проснулась и все время артиста включаются не включаю нету что там случилось непонятно позвонила а трубку не берете мои не серёга трубку не берет неделя не берет что-то там не не знаю может перезвонит конечно если они видео не выложили что серьезно я уже переживаю да конечно надеемся что все будет хорошо так едет едет наш николашка он надеюсь что это будет он сказал что не знаю посмотрим там просто сейчас двери продаются без этих анкеров которые цеплятся без ничего вот это прежде чем купить анкера надо посмотреть на какие там отверстия в этой двери но взял с дом каких-то там болтов я не знаю чем-то взял с дом у нас есть же какие-то штуки и поэтому он это самое сейчас посмотрит а если нет еще придется за этими анкерами ехать вот ну пену мама купила пену на пену посадить их пару часиков но что делать надо же помогать в любом случае так что так сейчас быстро установит их сказать пару часов можем потянуть пару может быть три часа ну там двери тяжелые тяжелые конечно сюда когда нам затаскивали то тоже тяжелые были все поехал николай я пойду сейчас еще одно кофе себе сделаю один еще один кофе себе сделаю и он что-то я не знаю а видео надо смонтировать она сегодня он чего я забыла сказать у нас сегодня смотрите что снежок только вчера показывал нас было этот все растаявшие даже этот солнышко а сегодня снежок сейчас попробую вам показать сколько температуры потому что сама не вижу с через камеру и и смотрю в уме ними меньше 0 то есть морозик есть да да чуть чуть меньше 0 минус 1 и ребята кстати если минус то ого-го пена нельзя пользоваться и сейчас до коли позвони сказать сейчас минус 1 пена плохо работает если минусовая температура вот есть специальная пена которая при минусовой температуре работает но не при минус конечно 20 но при легкой минусе а обычная простая пена она просто не разбухает ну короче можно просто испортить ее чем позвоню обязательно скажу что сейчас минус это он говорил шоу с утра было плюс 2 но сейчас видите начинается минус а по николаша вернулся ой товарищи но с не очень хорошими новостями короче капец блин вот еще всегда в таких ситуациях понимаете вот тупо забираешь брать камеру в руки и снимать забываешь забываешь да вот я забываю конкретно то есть ну когда происходит какой-то конфликт или какая-то ситуация получать одним словом оля не поехала если бы зайка поехала я думаю она бы схватила камеру и давай бегом все записывать даже не записывать я просто уже знала что как правильно сделать то есть надо было в этой ситуации все записать на камеру это было бы хорошее доказательство в общем в том что это все некачественное все ну в общем тот чудак который привез эти двери в общем начал говорить он просто доставщик и он никакого отношения не имеет он просто меня заказали привести двери я вам привелся ко мне никаких претензий я позвонила уже коля уже тут чудак уезжал я решил что не записал надо же было записать каком состоянии приехала дверь какая она некачественная он сделал только одну фотку там где она ну некачественная именно склепана и то непонятно что это и как это то есть никакого общего вида нету то есть это не является каким-либо доказательством то есть балбесе товарищи ничего страшного ничего страшного расскажу что там будет дальше происходить вон у меня есть и номер прав потребителей в общем и тут уже созвонилась нет что надо короче но в общем созвонилась ребятам с людьми вот будем решать этот вопрос я в общем давайте мы сейчас покушаем а потом я все расскажу хорошо что произошло и что случилось и как не нужно делать и как не нужно поступать и где не нужно брать как говорится вот может кто-то и еще тоже на такие уловки попадается может будет будет знать что делать в этих ситуациях так ребята кушаем и что что-то прихрипло кушаем и по-прежнему вчерашние то что мы обедали обедали вчера не ну короче мы вчера обедали но это плавно перешло в ужин можно так сказать да и поужина ли мы чем чаем с печенюшками то есть не хотелось абсолютно ничего кушать я гонял под вечер магазин купил печенюх так захотелось печенюх капец да ну и так как коля захотелось печенюх я вместе с ними чаем попила и нам было достаточно как-то да поэтому у нас после вчерашнего обеда осталась вот замечательная картошечка вот такая вот вот и замечательный салатик вот сегодня коля картошечку утром разогрел пока тут видео монтировала салатика насыпал вот и поэтому сейчас садимся обеды и потом я уже поставлю камеру расскажу вам в шок чему окей окей все кто кушает с нами всем приятнейшего при приятнейшего аппетита так ребята обещала же рассказать вам про этот господи за обедом че за завтраком зачем я там обещала за обедом да рассказать же ситуацию с этими ехан и баба и дверями давайте сначала кто помнит поездили недавно вон с виталиком с колей и и со мной ездили по магазинам и заодно виталика захватили потому что ему двери надо было заказать в общем получается какая ситуация значит в эпицентре не было двери стандартной ну как стандартная она считается стандартной 220 да а вот коля тут рядом сидит как всегда войне гляжи вот и говорит не снимай меня то не надо вот и значит получается что они говорят ум и метр девяносто нет а у виталика в общем есть несколько стандартов дверей высоты дверей именно метр девяносто два и два двадцать по моему что-то такое короче вот и значит говорит у нас нету таких дверей говорить но есть номер этот висит кого это есть еще вы можете туда обратиться там есть по метр 90 ну хорошо поехали мы туда вот у них в наличии там не было той двери которым виталику хотелось он нам показал буклет говорит вот смотрите вот это вот дверь и описывает там и металл и там она лучше у нее там не прослойка типа хорошая ваты и т.д. и т.п. короче там нам рассказал там в общем ну идеальная дверь в общем вот значит виталик платит сразу же на месте и за доставку и за дверь в общем с карточки а вот ну как обычно в магазине ты платишь да и все вроде бы все веришь консультанту доверяешь и все остальное ну типа привезут хорошо вот это они должны были привести сегодня они привезли эту дверь коляка глянула ту дверь а там в общем ну во первых топорная работа то есть там она постучала она пустая внутри то есть у нас дверь вот понимаете дверь она аж звенит пустая внутри то есть она ширина у него вроде как и есть но она внутри вообще никакая и плюс она там топорно так сделано вот это вот металл этот загнул тут так как абы как припаян в общем короче черти шо конечно метод этот он эту дверь не принимает ну то есть говорит что мы заказывали не это то есть в буклете везде где там было было совершенно другое сказано во первых и самим продавцом было другое сказано что она там вата там прослойка там все а тут даже по звуку понятно что нифига внутри нету короче естественно не они не подписывают акта приема этой двери этот чудо говорит да мне вообще пофиг я вообще только водитель собираюсь еду назад на склад это школе тупо ну надо было все это снимать на камеру нужно было заснять эту дверь тем более он камеру с собой взял ё-моё говорю ну что ж ты такой это он та ну вот 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 следом тут звонит мама колина туда же в эту конторку где брали эту дверь она ведь я ничего не знаю но ведь ничего вам возвращать не буду какие 14 ну типа в 14 дневный срок нужно вернуть можно вернуть же товар если он не подошел я ничего не знаю ничего не буду это возвращать какие ко мне претензии вообще следом звонит она в службу этого как его называется потребителя защиты прав потребителя она говорит ну мы ж тогда разговаривала она короче в общем получается поварила со службой потребителя вот этого они перезвонили в этот фоб в это в эту контору а эта контора говорит а дверь была по индивидуальным размерам типа заказана как куда эти по ее теперь в пихну пускай забирают тут же опять же звонит мама уже уже мне созваниваемся уже подожди какие индивидуальные блин размеры индивидуальные размеры если вы заказывайте к примеру пластиковую дверь у вас проем какой то такой то такой то такой то не стандартно естественно пластиковую дверь заказываю по своему размеру когда-то является эта дверь côté тут конечно молодежь это закурил она все сюда эта дверь получается по стандартным размерам то есть они с завода идут у них есть там название там серийное название, ЖУК называется, это серийное название этой двери, этой модели. Она идет стандартная, стандартная к своим рамкам. То есть, у нее стандартная ширина, у нее стандартная высота, метр девяносто высота, и там ширина, как обычная дверь и все остальное. То есть, она выпускается заводом серийной, то есть, это не индивидуальные ваши размеры. В общем, звоню уже я в эту службу защиты прав потребителей. Я начинаю рассказать, ой, звонила ваша мама, мы уже с этим ФОБом разговаривали, ну, типа, с этим чудаком, который выпускает это все. И он сказал, что индивидуальное, я говорю, девушкам, я говорю, подождите, не переобивайте, какое, я говорю, блин, индивидуальное, вот объясните мне, пожалуйста. Это идут обычные железные двери, они серийники, то есть, у них, получается, есть свой название, значит, партии, да, ЖУК называется, да, допустим, модели, ЖУК называется. Никто не делал там меньше или больше, или как-то и не урезал эту дверь под наши размеры. Эти размеры указаны заводом производителя, то есть, вот, просто единственное, что в ней нестандартное, это, ну, как нестандартное, есть несколько этих уровней, да, допустим, есть метр двадцать, вернее, два метра дверь, а есть метр девяносто дверь, и вот они идут, выпускают их вот так вот в завод, и то есть, было оговорено, что они со склада нам привезут, то есть, уже готовую дверь, вот, ну, я не знаю, ну, он же сказал мне так, я говорю, ну, подождите, то, что он вам сказал, это одно, если у двери есть свое название, если у двери есть изначальные свои размеры, какая, как она может выготовлена быть на, ну, то есть, на этот, ну, на заказ, на заказ это такое, Коль, именно индивидуальные размеры, какие нафиг индивидуальные размеры, короче, в общем, она такая, ну, вот, тогда вам нужно заяву на возврат писать туда-сюда, я говорю, а если он не принимает эту заяву на возврат, а вы тогда с милицией идите, пускай принимает эту заяву, вот, а то, что, да, конечно, дверь продал, и доволен, понимаете, вот, но там действительно, Коля сделал только две фоточки, только там, где вот эта некачественная склепка, ну, там не видно ни фасон двери, ни что-то дверь, просто видно эти, ну, стыки, как оно там, металл прямо покореженный, некрасивый, в общем, такое, ну, то есть, там вообще ноль качества, вот, в такую дверь, я не знаю, за трешку можно купить, понимаете, они за шесть, за семь ее впарили, блин, короче, это самое, в общем, я этот, посоветовала, говорю, подождите, чтобы написать правильно заявление, прежде чем идти к нему, надо написать правильное заявление, и чтобы вам правильно его составили, у нас есть, значит, юридическая помощь для пенсионеров, она бесплатна, говорю, надо съездить туда, и они вам помогут написать заявление согласно статье 9 кодекса Украины, ну, о возврате в 14-дневный срок, в общем, поехала мама туда, ну, и этот, ей тогда, ну, юристы там начали говорить, что давайте мы вам назначим уже юриста, конкретно, который займется именно вашим этим делом, потому что, говорит, одно дело, что вы сейчас напишите эту заяву, заяву эту никто не приймет, ни то, ни все, ни это, вот, и плюс с милицией, не с милицией, это такое, говорит, мы, говорит, вам выделим адвоката, и адвокат будет заниматься, в общем, вашим делом, ну, юрист адвоката, все как полагается, вот, ну, то есть мама мне перезвонила, говорит, так и так, я говорю, ну, все равно нужно поехать и попытаться, значит, написать заявление на возврат денег, то есть, чтобы это была попытка, чтобы это самое, ну, в общем, мама поехала туда, на рынок, вот, и, значит, что, а его ветром сдуло, а она говорит, одешь этот чудак, а там они в этой, значит, в магазинчике в этом сидят три человека, то есть этот, который железные двери продает, там один, который пластиковые двери продает, и девочка сидит, которая ролеты продает, вот, жалюзи, всякую ерунду, говорит, ну, а ему справ потребителя позвонили, и он убежал, опа, вот вам и пожалуйста, то есть, понимаете, то ли там все связано-завязано, то ли фиг его знает, короче, но, когда мы купили, а, сейчас, сейчас другая еще одна маленькая история, прости, нашу стиральную машину, короче, мы же купили этот, LG, да, нашу стиральную машину, вот, но хотели мы вообще-то взять изначально, как ее? Бекошку. Бекошку, Бекошку хотели взять, потому что у нас было Беку, нам нравилось оно, и мы хотели взять Беку, но так как нам консультант очень сильно расписал эту LG, сказал, что Беку такой нету, и все остальное, ну, мы взяли LG, ну, как, не лоханулись, хорошая машинка, все, отличная машинка, вот, ну, а мы, когда приехали домой, зашли на сайт и увидели, что есть эта Беку, такая, как мы хотели, она полностью похожа на эту LG, вот, но только там функций больше, и нам попривычнее будет, вот, и мы поехали в этот магазин, так и так говорили, мы хотим поменять машинку, потому что мы, ну, вы же говорили, что нету, а она есть на самом деле. Она говорит, нет, ну, там это самое, тратата, тратата, короче, пишите заяву, ну, если вот, вам же уже доставку привезли, вам же мастер этот вот, все же это распаковал, то есть туда-сюда, уже типа как бы не получится. Ну, ладно, не получится, не получится, ну, мы написали на всякий случай заяву, вот, чтобы, типа, на обмен. И, короче, приезжаем мы домой, давай заходим мы в этот самый, в, как называется? Отзовик. А, сайт, отзовик называется, значит, там отзывы пишут о магазинах, о том, о сём, а мы покупали в магазине Фокстрот. Боже, сколько там всего написано про этот Фокстрот, девочки и мальчики. Сколько гадостей. Сколько гадостей, сколько историй, когда люди не могут вернуть свой товар в хорошем состоянии, если им там не подошло, или даже если они купили, а он не рабочий, бывало и такое, что привозили по доставке, а он не рабочий. В общем, ни разу никогда они не вернули товар. И, значит, к чему я это всё веду? К тому, что служба, это, как оно, служба прав защиты потребителей, у меня уже всё, вот, с ними на вась-вась, потому что, говорит, там одна женщина писала свою историю, говорит, вы представляете, я в эту службу. А они им отзвонились, типа сказали, такая-такая-то приходила, короче, туда-сюда, короче, дурочку сделали, говорит, из меня и всё остальное. Так что, говорит, служба вся эта, прав потребителей, она с этими и дружит, в общем, с этими всеми товарищами. Короче, ребята, к чему я всё веду? Что прежде чем что-то где-то покупать, найдите сайт с отзывами. Ну, у нас это в Кировограде отзывик называется. Нет, он везде. А, он везде, да? Нет, нет, нет. По всей Украине? Да. Вот, по всей Украине, говорит. Там про любой магазин можно зайти и почитать. Про любой магазин. Надо писать на этот магазин, да, и сайт отзывики сказать, да? Ну, в общем, короче, ребята, это просто полный трындец. Вы представляете? Вот так вот человек попал. И с этим фокстротом, про фокстрот мы столько начитались, что я просто думаю, господи, как нас вообще туда занесло? Вот как? Я ещё, блин, Виталик, помнишь, говорил, может, половину заплатишь? Да, ещё и думали, что половину за эти двери заплатить или целиком. Я реально хотел увидеть их. Ну, да. Я же не вижу, что я покупаю. Ну, да, да, да. Ну, короче, вот сейчас с этой дверью ни туда, ни сюда. В общем, её увезли назад на завод. Вот, на этот завод. Ну, на складчик, куда её там увезли. Вот, и что там дальше, и как оно будет решаться, вообще непонятно. Ну, чтобы вы поняли, службы, парапотребители позвонили этому, что такое. И он сдымил. Всё, он закрыл свою, эту, отдел свою, и ушёл. Всё, его нету. Потому что она думала, что мы сейчас напишем заяву. Это всё как правильно, на возврат. И с ментами придём. Извините, с полицией. Вот, с полицией придём. Вот. И он сдымил, его нету. И неизвестно. Я говорю, ну, это, наверное, такая же ситуация и завтра будет, что его на работе просто не будет. Ну, короче, в общем, представляете, дотянет до конца 14-дневного срока. И всё. И потом уже возвращать это будет очень сложно. Ну, если за это дело возьмётся, конечно, адвокат, то будет гораздо проще и гораздо легче. Кто его знает. Если, допустим, завтра не будет этого чудака, да, в течение вот этих дней не будет, и он сам, ну, не отдаст эти деньги, то, конечно, с адвокатом будет через суд решать все эти вопросы. Потому что, извините меня, ставить вот то говно, что они привезли, это просто нереально. И не так бы было обидно, если бы она стоила, там, допустим, 3 тысячи или там 2 тысячи. Она же стоит денег, понимаете. Принимать за 7 тысяч то, что стоит трёшку, смысла нет. Вот такая тут у нас история. Обещала рассказать после обеда, да. Ну, что-то, я же говорю, мы замотались, закрутились, Коля побежал плинтуса ставить, уже там доделывать всё, там, доэтосамывать, красоту наводить в комнате. Уже, в принципе, всё. Мы можем туда смело сейчас убираться, въезжать. Ну, единственное, что у нас кровати, конечно, нет, то у нас только этот, матрас, матрас. Ну, ничего страшного, посмотрим. Посмотрим. Может быть, получится хоть каркас какой-нибудь сделать. Ну, дело в том, что на каркас ланели ставить надо, а они очень дорого, они в пределах 2-3, 2,5 тысяч, да? Да? Да нет. 2 тысячи. 2 тысячи это, ну, с каркасом, с металлическим. Ну, ну, так я же за него и говорю. Да. Ну, 2 тысяч. Да, да, да. В пределах 2-2,5 тысяч неизвестно, как сейчас цены поменялись. Так что это только ланели, на которые ложится матрас, а каркас это совершенно другое дело. Каркас уже отдельно и все остальное. Так что так. Вот такие вот у нас дела, вот такие вот на сегодняшний день у нас пирожки. Вот. Да? Да. Вроде бы все рассказала, все новости вроде бы рассказала, которые у нас произошли и случились. Так что так. Сегодня мы еще планируем, наверное, этот самый. Сегодня мы планируем, как его, распаковать еще. Вернее, за... Ты слышишь о хребе? Угу. Поехали. В общем, поехали мы в город. Хлеб у нас закончился. Коля говорит, я мотнусь сегодня недалеко, куплю хлеб. Я говорю, блин, я тоже с тобой хочу. Вот нафиг оно мне надо было, скажите, пожалуйста. Машина холоднючая. А на улице у нас хоть и не минус, а этот ноль, но машина прям холодная. Ё-моё. И мы пока доехали, ну, недалеко до Файника доехали. Я замерзла прям, сиденье настолько остыло, что притулилось к спиной и прям замерзла, блин. Хоть и, знаете, хоть и дуло на всю. Ну, покашливать начала, представляете. Ну, приехали, вот сейчас перекусили пиццей. Пиццу взяли. Сколько раз, блин, сколько раз говорили, сами себе, файники не брать пиццу. Ну, она там так красиво, так красиво, взяли пиццу. Пицца папирони. Девочки и мальчики. Ну, это же просто... Чили-чили. А, чили. Пицца-чили. Издевательность. Вообще, в Final Market не рекомендую брать пиццу. Это капец. Фигня полная. Чили-пицца, это, короче, кетчуп-чили. И то, оно так по краям только. То есть, ешь, кушаешь то, что внутри, оно как бы непонятно, что. А по краям намазано этим чили. Ну, короче. В общем, знаете, кинул комок вот этого теста внутрь. И сидишь и думаешь, нафига оно надо? Так было. Ну, короче, может, как всегда. Так шел таки. Хотели пиццу, да, надо ехать к Виталику в этот... На работу. В СТ. Да, в СТ у нас там хорошо. В СТ мне нравится, как делают пиццу. Ну, там в любом случае лучше, там больше... Да, там и все красиво накладывают. И все там красивенько так делают. Ну, а тут такое уж. Так, ну, все, в принципе. Все, я рассказала все самое интересное, то, что у нас произошло за день. Вот. Больше вроде бы ничего такого по факту и нет. Ну, шкаф собрал. А, ну да, еще в той комнатке, то, что он распиливал шкаф, он его собрал, уже поставил эти дверки. Да, до кучи все поставил. Ну, да, я же говорю, надо кухню обои клеить. Опять же сейчас сказать, вы что нам кухню не показали? Девочки, я хочу уже показать и мальчике кухню, когда она уже будет готова. Чтобы не частями вот это вам показывать, кусками. А я уже хочу, знаете, вам полный вид показать. Вот так вот. А, и все такие, красота, понимаете? Вот так вот хочу. Это раз. А во-вторых, что еще? Да, просто так хочу, чтобы вот. Вот хочу я так, чтобы вы увидели уже полную красоту у нас на кухне. Так, что еще? Что еще? Да, все, в принципе. Все. Доделаем вам потихоньку. Главное то, что комната готова. В нашей вот этой вот большой комнате старой надо сейчас убираться. Выметать, выгребать, вышкрябывать. Самые большие коробки мы уже повыносили. А еще полочек напилить. Ай. Как же там убрать, если там полочек еще напилить надо? Ну, в общем, вы понимаете, да? Все, девчонки и мальчишки, на этом будем заканчивать свой влог. Вы полуога. Коли наблюдали, теперь полуога меня наблюдаете. Все, на этом все, в принципе. Всем хорошего настроения. Это уже будет к выходным уже видео, наверное. Ну, у нас задержка на один день. Не, у нас задержка на один день. Так что это уже практически к выходным. Вот так вот. Вот. Поэтому всем хороших, хороших выходных. Кто еще не успел подарочки купить своим родственникам, деткам, обязательно покупайте. И, наверное, это видео выйдет перед девятнадцатым. С днем святого Николая всех. Я что-то не сказал с Валентиной. С Валентиной, да? У Коли с Валентиной. С днем Валентиной. Нет, с днем святого Николая. Так что так. Вот. Мы уже купили девочкам на Николайчика подарки. А вы. Все. Всем-всем-всем. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok